Приветствую, друзья, на библейском портале Экзегет. Ответы на ваши вопросы. Всегда ли нужно говорить правду в лицо? Звучит угрожающе. Ведь мы тебе добра желаем. Я тебе сейчас всю правду объявлю в лицо, во что бы оно потом, твое лицо, не превратилось от этой моей правды. Конечно, отец лжи-дьявол и не учит нас ни церковь, ни пример святых обманывать друг друга. Но и в этом намерении всем всю правду в лицо говорить есть отсутствие душевного здоровья и правильного отношения к ближнему. Как же надлежит действовать? Чем руководствоваться? Народной мудростью. Думай, что говоришь. Не говори того, что не думаешь. Первое — будь рассудительным. Пускай мыслям будет тесно, а словам произносимым — просторно. Не торопись. Изрекать многое, не взвесив прежде на весах благоразумия. Не говори того, что не думаешь. Не будь лицемером. Не лукавь. От этого всегда духовно дурно пахнет, когда ты только на словах что-либо обозначаешь, не имея ни тех чувств, не имея тех расположений, которые озвучиваешь. Не говори того, что не думаешь. И, наконец, относящийся к самому вопросу, не все, что думаешь, говори. Ибо многое из того, что составляет твои впечатления или твои размышления, принадлежит тебе как человеку. И по-человечески взвешивая, ты по-человечески об этом судишь. Потому это непереваренное и, быть может, еще правильно неусвоенное понятийное пространство. Правильно ли низвергать на ближнего, когда ты еще не взвесил, какие из этого могут быть последствия. «Всякое слово ваше, — говорит апостол Павел, — да будет солью, приправлено благодатью, растворено верой в Господа нашего Иисуса Христа. За всякое слово «праздное», смущающее, огорчающее, соблазняющее ближнего даст человек ответ в день суда. Следовательно, не все должно говорить ближнему, что, на твой взгляд, представляет из себя какую-то правду. прежде надлежит позаботиться о возобновлении в себе, возбуждении в себе духа премудрости. Премудрости свойственно знать последствия определенных, ныне доступных для восприятия обстоятельств. Но нам доступно произнести некоторые слова. Но что породят эти слова — мир или войну, огорчение или утешение, смущение или радость? Не всегда открыто нам о суетной мысли, о мысли неосновательной, о мысли чуждой молитвенного духа и почти никогда не открывается подлинное обстоятельство и подлинная природа тех или иных событий. А потому торопиться с этой правдой в лицо никому не посоветую. Место слову не первое, после того, как ты об этом слове узнал. место слову последнее после работы ума и сердца над расчетом последствий, которые вслед за ним могут явиться. Кто премудр, тот таким образом выстраивает общение с ближним, чтобы в результате явились добрые плоды этого сеяния слов. Мы прекрасно знаем, как много людей, общение с которыми посевает смуту, смущение, огорчение. А это очень часто люди вовсе не лукавые, а просто туповато прямодушные. Они не имеют этого шлюза, препятствия между тем, что явилось в их сознании и тем, что объявилось на их языке. Они как бы лишены внутри души своей этого благого фильтра, приспосабливающегося к восприятию окружающими, собеседниками, на которых слово призвано определенным образом подействовать. Занимавшиеся драматическим искусством знают, что слово — это действие. И быть слово — дело вскоре. И само слово есть дело. Потому и сказано в Священном Писании Нового Завета «от словес своих оправдишься и от словес своих осудишься». Ибо это вовсе не только воздух молоть, колебать окружающий нас воздух путем какого-то колебания связок и артикуляции, с помощью которых наши мысли облекаются в звучащие слова или написанные слова. Действуем мы пером или набираем на мониторе с помощью клавиатуры. В любом случае мысль изреченная оказывается уже действием. Наверное, не зря сказал поэт, мысль изреченная есть ложь. Это не совсем то, что было внутри, поскольку не всегда и далеко не всегда слово может передать всю ту полноту внутренних переживаний, которые присущи человеку, стремящемуся ее, эту полноту или их, эти переживания выразить. Таким образом, ответим на ваш вопрос отрицательно. не должно без рассуждения о последствиях своего слова выкладывать перед ближними то, что у тебя на уме, но с бережностью храниться от многословия, от осуждения, от злословия бесконечно полезней для нас и для ближних, которые становятся слушателями наших речей. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. субтитры субтитры Продолжение следует...